Группы людей без плакатов, без ничего, но с маленьким ребенком испугался мэр 15-миллионного города. Ну, Соболь у нас с вечера был припаркован в Курьяново. Утром в 8 утра мы приехали, увидели, что шины проколоты, кардан оторвали. И к тому же он не заводился, хотя вчера ездил вообще и заводился резво. Поэтому мы решили, что и бензобак тоже что-то налили. И приехала полиция, проверила у нас документы, что машина наша. Ну, а так где-то часов в 10, ну даже в 11, приехал автозак и меня, и активистов, которые подъехали, всех задержали. В том числе Оксану с ребенком двухлетним. Потом уже Павел приехал. Да, я подъехал попозже, вот собственно, вот то, что подкинуты бутылки там с пивом, с водкой, у меня даже фотографии есть, ничего такого тогда не было. Вот. Ну и, собственно, самое колоритное, это то, что в неофициальных разговорах те, кто из свиты, которая встречать мэра приехала, открыто признали, что он не приехал ровно из-за вот этой всей истории. То есть там были Бочкарев, там были Лексутов из замов, но самого мэра не было. То есть вот группы людей без плакатов, без ничего, но с маленьким ребенком испугался мэр 15-миллионного города. Вот они, болтики от кардана. Кардан уже, наверное, прикрутили. Да, болтики. Да, ничего, 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 ничего. Все четыре колеса. Еще и водочка вот она. Это так называемый БРТС, брошенное разкомплектованное транспортное средство. Именно для этого спускались калюты, именно для этого откручивался кардан. Правда, к огорчению, когда приехала полиция, я так понимаю, Сергей ухитрился наживить его на один болт. И он уже испортил им картину, и для этого же раскидывались бутылки, чтобы оно может быть даже не для тех, кто на машине ездит, а для того, чтобы показать, что здесь происходит распитие вместо притяжения асоциальных элементов, поэтому машину нужно увезти. То есть, судя по всему, просто после шума они не испугались идти по этому сценарию. Ну вот, это моя версия.